Здравствуйте, уважаемые коллеги! Буквально пару минут ждем, пока все подключатся. Сейчас нас становится больше с каждой секундой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу. Все равно не могу. Сегодня мы поговорим с вами о ошибках в формировании, о грамматизмах в детской речи и, конечно же, о важном таком направлении коррекционно-развивающей работы, как развитие грамматического строя речи. Мы рассмотрим, какие цифровые образовательные ресурсы компания МЭО может предложить для проведения комплекса коррекционно-развивающих занятий, позволяющих как раз избежать появления грамматизмов в детской речи. А мы с вами прекрасно знаем, что ошибки, которые появляются в дошкольном возрасте, в последующем могут отражаться на школьной уже неуспеваемости, успешности или неуспешности обучающихся, которые переходят на следующий уровень образования. Меня зовут Горнастаев Игорь Сергеевич. Я являюсь ведущим методистом отдела инклюзивного образования компании мобильного и электронного образования. И мы начинаем работу нашего вебинара. Свои вопросы вы можете оставлять в соответствующей вкладке «Вопросы». Какие-то уточнения, замечания, пожелания также можно писать в чате и постараюсь по возможности на него отвечать. В чате также присутствует администратор, который отвечает на организационные вопросы в случае возникновения каких-то дополнительных уточнений, где найти сертификат, появится ли запись и так далее. Следите за этой очень важной информацией. Наш сегодняшний вебинар «Цифровой помощник логопеда. Развитие грамматической стороны речи» является продолжением цикла вебинаров. Это уже четвертая наша встреча в рамках цикла под названием «Цифровой помощник логопеда». Уже ранее в ноябре прошел вебинар, посвященный работе над звукопроизношением. В декабре мы с вами обсуждали развитие слухового восприятия дошкольников, а месяц назад поговорили о работе над слоговой структурой слова. Если вдруг у кого-то появилась необходимость вернуться к прошедшим мероприятиям, то записи их можно посмотреть, перейдя по QR-кодам, представленным на данном слайде. Впереди нас также ждут еще три вебинара. Мы с вами сейчас, по сути, находимся на экваторе нашего цикла вебинаров «Цифровой помощник логопеда». Ну и, конечно же, свои пожелания вы также можете оставлять по тематике наших дальнейших встреч. Мы обязательно их учтем при формировании сетки наших мероприятий. Ну что ж, поговорим, наверное, вообще о этапах развития грамматического строя речи. Опачки! И вот сейчас увидел как раз грамматизм, связанный с грамматическим строем у себя. За что, извиняюсь, вот, может быть, тоже ошибки, так сказать, идут из детства. К двум годам у ребенка доступны ребенку изменения прилагательного по падежам, родам и числам, согласование прилагательного с существительным по числу и падежу и чуть позже по роду. В три года ребенку доступно употребление в составе простых и сложных предложений слов различного рода, числа, времени. В три-четыре года согласование прилагательных с существительными женского и мужского рода, использование падежей. В четыре года употребления прилагательных, указывающих на отвлеченные признаки и качество предметов. Но допускаются ошибки в согласовании существительного среднего рода с прилагательными. И это является пока что еще возрастной нормой. Вот к пяти годам ребенка владевает уже падежами, сначала родительным и винительным, позже дательным, творительным, предложным. Ну и также в этом возрасте ребенку доступно согласование прилагательных с существительными в косвенных падежах. То есть по сути мы с вами говорим, что к шести-семи годам, к концу дошкольного обучения у ребенка практически освоен, собственно говоря, грамматический строй речи. Но, конечно же, агроматизмы, встречаемые в устной и позже в письменной речи, они зачастую связаны и с различными факторами. Это врожденное языковое чутье. Собственно говоря, действительно, многие слова, которые использует человек, он их использует в определенном контексте. Они могут быть для него новыми и малознакомыми, и поэтому он недостаточно быстро может сориентироваться, а это слово какого рода, например, склоняется оно или нет. То есть на самом-то деле у нас язык наш не такой простой, и действительно, ну у кого из нас нет знакомых, который наливает вкусное кофе. Речевая среда, конечно же, здесь мы тоже говорим о том, что ребенок воспитывается в определенной среде, в том числе и речевой, и от того, как разговаривают с ним дома, будет зависеть и перенос общения в другие коммуникативные ситуации. Собственно говоря, и здесь немаловажным является использование, например, билингвизма у детей, которые владеют несколькими языками. Например, в семье могут использовать два языка наравне, что называется. И, конечно же, здесь будет зависеть от множества других факторов. Форма общения взрослых, ну, здесь перекликаются, да, вот эти два пункта. Стиль общения педагога с детьми. Да, это тоже немаловажно. И очень большое значение имеет как раз тоже правильность, образец речи со стороны педагога при организации индивидуальных, фронтальных занятий. И, что очень важно, не только занятий, но и в каких-то режимных моментах, потому что неосознанно дети эти вещи тоже перенимают. И целенаправленное педагогическое воздействие. Ну, вот, например, я до сих пор со многими своими товарищами, их уже взрослые люди, а я их постоянно исправляю, что, например, правильно говорить, обеспечение, а не обеспечение. И, на самом-то деле, целенаправленное воздействие у нас тоже, мне кажется, в течение всей нашей жизни мы чему-то учимся, какому-то правильному произношению тех или иных слов. Есть иногда у нас и заимствованные слова, например, где мы тоже можем ударение неправильно поставить, а есть и русского языка, например, названия топонимов, которые мы зачастую не склоняем, хотя по нормам русского языка мы должны их склонять. Вот, я, например, живу в районе Перова и в городе Москве, и, конечно же, по нормам русского языка я должен говорить о том, что сегодня утром я был в Перовье, хотя в современных реалиях, наверное, большинство людей скажет в Перово. Ну, это такие нюансы. Мы с вами сейчас перейдем, наверное, ближе как раз к тем продуктам, которые в компанию мобильное и электронное образование разрабатываются, в частности, цифровой помощник логопеда. Цифровой помощник логопеда включает в себя пять блоков. Там всего в курсе более 350 заданий, которые, собственно говоря, сгруппированы, каталогизированы по пяти направлениям работы. И как раз мы сегодня с вами поговорим о четвертом блоке развития грамматической стороны речи. А блок данный в себя включает уже непосредственно 12 таких каталогизированных подборок заданий, интерактивных, всевозможных загадок, таскалок и раскрасок, которые помогут вам организовать данную работу. Все объекты озвучены профессиональным диктором, что тоже очень важно как раз при акценте ребенка на правильном произношении. Так, некоторые коллеги пишут, что нет звука в трансляции. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, что сделать, чем помочь людям, напишите в чате. Значит, какие же это 12 тем представлены в блоке развития грамматической стороны речи? Это образование множественного числа существительных, это правильное употребление предлогов, это образование существительных уменьшительно-ласкательными суффиксами, это образование приставочных глаголов, образование относительных прилагательных, образование притяжательных прилагательных, согласование притяжательных мест и имений мой, моя, мое с существительными, это согласование прилагательных с существительными, согласование числительных с существительными ну и дальнейшем изменения существительных по падежам давайте посмотрим как выглядит сценарий отдельный вот этой темы ну например согласование прилагательных с существительными где мы с вами видим традиционную знакомую для пользователей мобильного электронного образования систему знакомый интерфейс и давайте посмотрим попробуем разобраться в этом аппарате ориентировки в нашей в контенте который вы видите на странице ну контент представлен в каталогизированном формате повторюсь то есть есть определенный перечень игровых интерактивных заданий которые вы открываете по гиперссылкам все задания вариативны то есть присутствует по несколько вариантов того как мы можем с вами использовать с какими-то добавлениями иных с обновлением речевого материала и что очень важно тоже при перезапуске например одних тех же заданий объектов у нас структурные единицы данных объектов меняются местами то есть у детей не получится запомнить все время правильные варианты ответов где нужно взять нужное слово его куда перенести и так далее то есть элементы объекта обновляются при каждом открытии разноуровневые задания присутствуют в системе мобильное электронное образование то есть есть задание базового и повышенного уровня сложности задание повышенного уровня сложности отмеченные звездочкой ну это традиционная для нашей отечественной системы такое наглядное украшение задание высокой уровня сложности и конечно же по каждой теме у нас присутствует и диагностические материалы таким образом мы с вами можем проводить диагностическую работу к ним мы сейчас и как раз переходим заполняем речевую карту образец речевой карты представлен в системе мобильное электронное образование также вы можете его скачать это вордовский документ с которым можно в последующем работать и заполнять его естественно не ограничивается работа логопеда только исключительно такими заданиями направленными на речевое развитие но логопед решает и другие задачи в частности развития памяти внимания восприятия и поэтому в каждом блоке у нас присутствует задание как раз для проведения коррекционно развивающей работы прежде чем перейти к следующим слайдам я наверное с вашего позволения запущу демонстрацию экрана а потом мы снова вернемся к презентационным материалом так ну что ж я сейчас запустил демонстрацию экрана и мы с вами как раз отправляемся в онлайн-курсы цифровой помощник логопеда состоящий как раз из четырех блоков нам нужен четвертый блок грамматический строй речи в методической страничке педагога есть небольшая теоретическая преамбула представлена структура курсов описание типов объектов и что очень важно есть как раз речевая карта то есть это образец протокола психолога педагогического обследования который может проводить учитель логопед здесь достаточно стандартные такой вариант речевой карты анамнистические данные мелкая моторика состояние артикуляционного аппарата особенности звукопроизношения фонематического слуха слоговая структура слова и вот как раз лексическая сторона речь лексическая сторона и состояние грамматического строя речи вот здесь вот как раз представлены пункты которые мы можем обследовать в носите свои какие-то замечания ставить плюсы минусы либо уточнения в носить и написать вывод форма поскольку представлена в ворде легко доступна для редактирования поэтому если вдруг какие-то пункты вам нужно расширить или какие-то убрать вы считаете их в своей работе не обязательными то конечно же вы вправе вносить изменение данный документ вообще форма речевой карты у нас на федеральном уровне не является унифицированной и поэтому в многих регионах есть утвержденные на уровне субъекта российской федерации до регионального региональными управлениями образования или министерствами определенная документация логопеда а где-то речевые карты заполняются опираясь на локальные нормативные акты в образовательной организации то есть условно говоря заведующие детским садом утверждает форму о которой ведется протоколирование работы давайте с вами посмотрим непосредственно несколько заданий в частности какие объекты присутствуют в контенте мобильного электронного образования в правом поле где же находятся диагностические материалы они всегда находятся у нас правом поле сверху это очень удобно для того чтобы их там найти то есть мы их открываем проводим нашу работу все задания и объекты озвучены диктором посмотри что изображено выполни задание диктора так выполняем задание диктора посмотри на картинки и скажи про какие предметы ты можешь сказать моя и вот здесь мы собственно говоря определяем да моя машина моя лампочка вот чайник сюда уже не подходит и так далее то есть вот ребенок отвечает на данные вопросы и выполняет он это задание или нет мы как раз с вами по результатам обследования психологопедагогического логопедического обследования да мы как раз вносим эти данные в речевую карту вот переходим к следующему сценарию и видим опять что диагностические материалы находятся именно с права в правом поле сверху скажи какое яблоко нарисовано на картинке ну вот здесь мы работаем над согласованием прилагательных существительным яблоко красное скажи какой зонт нарисован на картинке скажи какие брюки нарисованные на картинке и в основном поле мы с вами видим что как раз также представлены различные задания они повторюсь носят у нас вариативный характер то есть например задание волшебное превращение посмотри кляксы какого цвета изображены найди предмет подходящего цвета и поставь его в нужный квадрат зови какого цвета предметы у тебя предмет у тебя получился да то есть вот например зеленый зеленые туфли да то есть мы с вами можем проверить правильно ли ребенок называет правильно ли он согласует прилагательные с существительными красное платье и есть вариативное задание то есть вроде бы тоже волшебное превращение но содержание здесь несколько изменено и структура задания тоже однако суть его остается такой же к определенной кляксе определенного цвета нужно подобрать предмет собираем елочные игрушки это задания где нужно положить определенные это игрушки такого же цвета в коробку здесь мы тоже с вами с детьми можем прошу прощения проговаривать как раз синяя коробка синий шар синяя зеленая коробка зеленый шар и так далее при на правильном ответе в заданиях мы с вами можем молодец есть вот такое позитивное подкрепление ну и есть задание повышенного уровня сложности где например нужно положить игрушки красного цвета в синюю коробку игрушки синего цвета желтую коробку игрушки зеленого цвета в красную коробку ну и игрушки желтого цвета в зеленую коробку молодец я снова молодец мне заслужил аплодисменты в случае неверного ответа грустный смайлик и подсказка попробуй еще дает нам понять, что ответ был неверным. Естественно, немаловажное значение имеет задание коррекционно-развивающей направленности. Они у нас всегда находятся в самом последнем сценарии каждого блока. То есть в блоке грамматический строй речи, который состоит из 12 сценариев, он находится, вот мы видим, в самом последнем, также в правом поле под диагностическим материалом. Развиваем внимание. Здесь мы с вами видим тени. У каждого предмета своя тень. Помоги найти тень каждого предмета и перетащить правильные. Вот мы с вами таким образом переносим, что очень важно. Молодец! Объекты МЭО прекрасные, коммуницируют с различными устройствами. То есть вы можете выносить данные объекты, например, на интерактивную доску и с детьми поочередно выполнять. Например, чтобы каждый ребенок выходил и перетаскивал, если у вас есть интерактивная доска, данные предметы. Поможем художнику дорисовать. Молодец! И вот мы с вами видим, что они меняются местами. То, о чем я как раз тоже говорил, что каждый раз объекты у нас меняются местами. То есть здесь просто запомнить правильный вариант ответа не получится. На развитии зрительного восприятия было задание. Ну, а сейчас мы переходим к развитию памяти. То есть нужно запомнить последовательность определенную. Яйцо треснуло. И оттуда появляется вот такой у нас замечательный цыпленок. Мы с вами можем вывести вообще даже вот так вот в отдельную вкладку, если нам это необходимо, данный файл рассмотреть с детьми, запомнить. И после этого как раз перейти к последовательности данных действий. Вот сброс, каждый раз, значит, иное положение объектов. И давайте с вами расставим объекты. И вдруг, допустим, у ребенка возникла трудность. Мы в любой момент можем вернуться, посмотреть образец, если это необходимо. Ну, мы прекрасно понимаем, что контингент современных групп, компенсирующих комбинированной направленности, в частности, он достаточно серьезно варьируется. И дети, с которыми работает логопед, для них речевые ошибки часто бывают не только первичными, но и входят в структуру иных первичных нарушений. Поэтому для нас очень важным как раз тоже является вот эта возможность использования контента с детьми различных категорий. Молодец! Опять же повторюсь, что контент цифрового помощника логопеда мобильного электронного образования представлен в пяти блоках. И подключить, приобрести данные блоки можно как по отдельности, так и сразу весь курс. Для приобретения его там можно оставить заявку. И также можно получить бесплатный демо-доступ для того, чтобы попробовать данные объекты в вашей работе. Ну, а сейчас я продолжу демонстрировать презентационные материалы. И мы с вами посмотрим, что же дает использование цифрового помощника логопеда, образовательной организации, специалисту или родителям. Ну, для образовательной организации, конечно же, это инструменты для реализации программы коррекционно-развивающей работы. Она является неотъемлемой частью и адаптированной образовательной программы дошкольного образования, и федеральной образовательной программы дошкольного образования. Мы с вами помним, что коррекционно-развивающая работа может быть организована не только с обучающимися, имеющими статус детей с ограниченными возможностями здоровья. Решение задач в образовательной области речевое развитие. То есть мы здесь говорим о том, что несмотря на название цифровой помощник логопеда, контент может быть использован и специалистами, иными специалистами дошкольной образовательной организации, воспитателями и психологами. Если это необходимо, могут и, например, музыкальные руководители какие-то элементы использовать, или инструкторы по физкультуре, если образовательная организация работает с мобильным электронным образованием и имеет доступ к контенту цифрового помощника логопеда. Также образовательные организации при определенных условиях могут получить возможность стать инновационной площадкой у участника IT-кластера сколкового федерального значения. И данные в ряде регионов, данный статус имеет очень важное значение для образовательных организаций, для их позиционирования, имиджевой составляющей. Для специалиста цифровой помощник логопеда, опять же повторюсь, дает материалы для диагностики, для проведения коррекционно-развивающей работы непосредственно. И, конечно же, мы можем использовать его в абсолютно разных условиях, например, при индивидуальной, фронтальной или подгрупповой работой. И поскольку это браузерное решение, и контент можно открывать и на персональном компьютере, на планшете, на ноутбуке, на интерактивной доске при имеющемся доступе к интернету. И что очень важно для родителей, то есть на самом-то деле, конечно же, мы прекрасно с вами понимаем, что очень многие дети дома часто находятся и за компьютерным. Для родителей очень важное значение имеет как раз тот контент, который мы предлагаем. Здесь безопасная цифровая образовательная среда, где точно никакие-то посторонние люди не могут войти в чат, в коммуникацию с ребенком, поскольку вход в систему осуществляется по индивидуальному логину и паролю от системы. В МЭО присутствуют игровые задания, которые и будут повышать интерес и мотивацию у детей к занятиям. И в то же время они не могут вредить, поскольку есть правильная образцовая речь диктора. И, конечно же, для ребенка, для родителей, для занятий дома немаловажное значение имеет простота системы, то есть доступный интерфейс и наличие вот этих игровых заданий, открывающихся по первому клику. И, конечно же, педагоги, которые подключаются к нашим ресурсам, мы их не оставляем один на один со всеми сложностями, с которыми они сталкиваются в своей работе. И к курсу будет предложена подробная аннотация. К каждому блоку имеются методические странички педагогам. Мы с вами проводим серию, цикл вебинаров. При необходимости есть возможность получения доступных персональных консультаций, профессиональное сообщество. Вступайте в Всероссийскую лигу педагогов и приглашайте туда своих коллег. Ну и, конечно же, мы организуем большое количество мероприятий. Одно из которых я хотел бы анонсировать. В конце февраля у нас пройдет научно-практическая сессия «Специальное инклюзивное образование 2024. Образование в эпоху цифровизации». И там мы как раз тоже подробно поговорим с специалистами, с педагогами-практиками о возможностях использования цифровых ресурсов при реализации коррекционно-развивающей работы. В компании МЭО есть и такая структурная единица, как Академия. МЭО Академия, которая проводит и курсы повышения квалификации, и профессиональную переподготовку, в том числе и по направлению специального и инклюзивного образования. Данная информация тоже будет для многих, я думаю, что полезна. Это заявка на подключение, страница на сайте и также телеграм-бот, к которому вы можете присоединиться и получать всевозможную интересную и нужную информацию. Также хотелось бы пригласить вас в наши социальные сети и еще раз оставить заявку, возможность заявки на подключение онлайн-курса «Цифровой помощник логопеда». На странице, на лендинге отдельно представлена как раз вся подробная информация и есть готовая форма заявки. Ну что ж, уважаемые коллеги, содержательно я сегодня, наверное, подхожу к концу сегодняшнего вебинара. Хотел бы посмотреть, есть ли какие-то вопросы. Вопросы исключительно технического характера. Благодарю коллег своих за то, что в чате передавали также важную информацию с активными ссылками непосредственно на странице, где можно ознакомиться с продуктами компании «Мобильное и электронное образование», где можно оставить заявку на подключение. И также просим вас заполнить небольшую форму обратной связи по вебинару, по последнему сообщению в нашем чате. Ну что ж, спасибо большое за внимание и хорошего дня. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok